Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово». Часто в обществе среди светских людей можно услышать вопрос, почему православные против однополых браков. Уже во всем мире это признано как свободный выбор двух людей, которые не вправе никто осуждать. Но, тем не менее, Русская Православная Церковь до сих пор относится к этому негативно. Почему так происходит? Об этом мы поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии Протеиреем Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений! Здравствуйте, Катя! Христиане все время говорят о любви, но тем не менее, постоянно кого-то не любят. Например, они примиримы к людям нетрадиционной половой ориентации. Почему? Действительно, внешне это может выглядеть как непримиримость. И корни этой непримиримости оцениваются как нелюбовные, как неполиткорректные, даже как человеконенавистнические. Но давайте постараемся разобраться, что за этим стоит. Дело в том, что у каждого из нас есть убеждения. И эти убеждения о добром и злом, о хорошем и плохом, о правильном и неправильном, они формируются в жизни каждого человека с помощью определенных влияний. Это может быть влияние семьи, это может быть влияние школы, влияние нации, или, например, господствующие тенденции в этой нации политической, экономической, а социальной и прочей. Но христиане, конечно же, вживленные в плоти, в кровь, в ткань этого мира и принадлежащие какому-то государству, какой-то национальности, вот потому что церковь, с одной стороны, вселенская, с другой стороны, национальная, конечно, распространена среди разных народов. Так вот, тем не менее, они воспитывают свою душу, свою совесть критерием, который считают безошибочным, божественным откровением. И поэтому, исходя из этого, они не столько не любят других людей или, например, поступки, которые им кажутся предосудительны, сколько придерживаются тех взглядов, которые высказаны в этом откровении. Другими словами, они не любят то или только то, что не любит Бог. И вот, обращаясь к источнику этого откровения, которым и воспитывают христиане самих себя, мы видим, что Ветхий Завет, как бы они не противоречили друг другу, во многочисленных установках, касающихся и обрядов, и богослужебной практики, и отношения к каким-то этическим нормам, в каких-то вещах они удивительно совпадают. И вот в качестве доказательства я хотел бы зачитать несколько кратких цитат, которые по своему эмоциональному фону и по реакции на происходящее вроде бы отличаются, но в целом они совпадают. Итак, смотрим. Ветхий Завет, книга Левит, 20 глава, 13 стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Новый Завет. «Они, эти люди, заменили истину Божью ложью, поэтому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Это апостол Павел, послание к римлянам, 1 глава, 25-28 стихи. Ну и у того же апостола в другом послании говорится «Не обманывайтесь, разве вы не знаете, что мужеложники царства Божия не наследуют?» Я сказал, что цитаты неравноценные, потому что в Новом Завете тема физического наказания и истребления таких людей не звучит по одной простой причине. Ветхий Завет не знал, что будет с человеком после его смерти. Ветхий Завет глухо молчит о посмертной участи человека, и поэтому все происходящее происходит здесь, на земле, и влияет в первую очередь на окружение. Поэтому если допустить существование такого человека и распространение его взглядов, то это может повлиять на какие-то необратимые греховные процессы среди значительных масс населения. Поэтому вот с жесткостью, свойственной Ветхому Завету, предписывается поступать с такими людьми так, а не иначе. Новый Завет, он уже полон предчувствия царства будущего века. И, конечно, никаких призывов к насилию, к уничтожению таких людей в Новом Завете мы не встретим, но одно, повторяю, соединяет и Ветхий Новый Завет неприятие Богом этого состояния. И, соответственно, что же удивляться, что люди обоих заветов высказывали свои суждения в духе библейского повествования, то есть не принимали этих людей. Поэтому, конечно, я бы сказал так, наша позиция христианская, она связана с двумя тенденциями. Во-первых, мы боимся не наследовать Царство Небесное. Не обманывайтесь. Такие люди Царства Небесного не наследуют. То есть мы хотим, чтобы между нами и Богом, несмотря на те грехи, которые, конечно же, у каждого человека есть, все-таки лежало бы покаяние. И мы этим покаянием, то есть отказом от этих грехов, могли бы все-таки с Богом соединиться. Хорошо. А есть ли другие основания для подобного рода суждений, продиктованные не столько Библией, а сколько здравым смыслом? Если говорить о логике, о здравом смысле, то я бы сказал, что наш пол, наше половое начало так устроено, что, в общем-то, мужское и женское сопрягаются абсолютно естественно и гармонично. Вот. Это, если хотите, ну, собирание такого пазла, когда ключ совпадает с замком, у скрипки есть смычок, у карандаша есть свой футляр, у спички есть спичечный коробок. Другими словами, мужское и женское не противопоставлены друг другу. Они таким образом устроены, чтобы найти друг друга, соединиться и плодом этой любви иметь новую жизнь. А случай, который мы с вами рассматриваем, он может, конечно, иметь искреннюю влюбленность или даже, я бы сказал так, любовь, которая оторвалась от Бога. Кто откажет в том, что лица противоположного пола могут быть очень друг к другу привязаны? Но в этом случае пазл не совпадает. Другими словами, у спичечного коробка есть только другой коробок. Спички нет, и огня не будет. У скрипки нет своего смычка. Или только масса ключей, выложенная в ряд, не являет замка, который можно открыть. Ну, конечно, можно этому противопоставить пример государств, где такие отношения узаконены, и люди даже могут усыновить детей. Могут, пожалуй. Но ничего, кроме... Родить, конечно, не могут, а вот усыновив, ничего, кроме психологической травмы, такому ребенку не нанести. Почему? Потому что он все равно будет судить об этом в некой парадигме. Правильно, неправильно. Я даже вот был свидетелем случая, который кажется надуманным, но поскольку мне рассказала его жена, и это произошло здесь, в Петербурге, то я не могу им не поделиться. С моим маленьким ребенком она пришла на детскую площадку и увидела, как две женщины катают с горки одного ребенка. Одна стоит наверху, а другая ожидает ребенка внизу. И вот та, которая наверху, говорит ребенку «Езжай к папе». И, конечно, это может вызвать только шок. И культурный, и этический. Потому что представьте состояние такого ребенка и его трансформацию, в первую очередь, сознательную, ментальную, которая вызывает такого рода отношения. Поэтому я бы сказал так, что помимо вот этих тезисов мы можем еще и говорить о некой культурной парадигме. Потому что вот базовые ценности или культурный сценарий, они все-таки предполагают, что именно в этом регионе, среди этого народа существуют особые представления о том, как нужно ознакомиться с женщиной, как нужно за ней ухаживать, как вынашивать ребенка, какие колыбельные ему петь, как двое мужчин выясняют отношения друг с другом, как сын разговаривает с отцом и так далее. И вот эти базовые ценности или культурный сценарий, они, конечно, лежат на какой-то основе. И я могу бы сказать, что в России, к счастью, пока что этот сценарий таков, что все-таки на поведение таких людей, на их самостояние, на их позиционирование люди все-таки смотрят с болью и с удивлением. Во всяком случае, они не хотели бы, чтобы Россия оказалась в череде стран, где вот эти нравственные, базисные ценности оказались бы размытыми. А почему это так? А потому что все-таки, несмотря на те перетрубации, через которые наша страна прошла, все-таки тысячелетняя ее история, как христианская, дает о себе знать. А как тогда христианам и этим людям жить друг с другом? В конце концов, наша страна светская, она не может оценивать половые предпочтения с точки зрения религиозного права. Согласен. И, конечно, если такой шаг будет сделан, то это будет ущемление людей по признаку свободы и совести. Вот, встав на какую-то одну сторону, светское государство непременно будет ущемлять других. И, с одной стороны, это благо, может быть, для значительных масс населений, которые ни христианство не исповедуют, ни православие. Но, с другой стороны, представьте, если государство займет другую позицию, допустим, отстаивая свободу меньшинства и тем самым доказывая свою цивилизованность другому миру, который эти взгляды уже разделил, не будет ли это политкорректностью на выворот, когда ради свободы реализации, в том числе и своей половой программы, достоинство меньшинства будет отстаиваться в ущерб такому же самому достоинству большинства. Я бы выразился так. У каждого есть право на частную жизнь. Верно. И у каждого есть право не знать о его частной жизни. Поэтому, если вы все это делаете тайно, не пропагандируете свою позицию, не втягиваете в нее других людей, ну, что тут сказать? Это светское государство, это свобода вашего выбора, и поэтому делайте, что хотите. Но, если это начинает приобретать характер на такой агрессии, признаете нас абсолютно равными со всеми вами, то я бы даже, допустим, согласился лично, я не говорю за всех, не быть ханжой, общаться с таким человеком, здороваться с ним за руку, принимать его на работу, или быть у него в подчинении. Здесь, в данном случае, я вот лишен каких-то эмоциональных пристрастий или обид. Но, есть граница, которую даже человек очень политкорректный, очень открытый, демократичный, доброжелательный, не может пересечь, если он исповедует христианские взгляды. Речь идет о детях. Вот тот пример, который я привел, он ведь может быть еще расширен, вот в каком смысле. Допустим, взрослые люди, те же христиане, они ведь вполне устоялись в своих моральных взглядах. И для меня, даже демонстрация с присутствием вот таких нетрадиционных сообществ или какие-нибудь пиар-акции, могут вызвать в лучшем случае недоумение, какой-то сарказм или даже равнодушие. Я просто пройду мимо, потому что меня это не касается. Дети совсем другое дело. Самые маленькие дети и даже подростки это те, у кого нравственного стержня еще нет. Да, они воспитываются в определенной культурной среде, у них есть родители, которые могут быть, ну, скажем так, вполне адекватными в смысле своих половых предпочтений. Но, тем не менее, ребенка формируют многие факторы. И семьи, и даже церкви недостаточно, потому что любой яркий учитель, и неважно, что он преподает, географию, физику или физкультуру, вот, какой-нибудь внеклассный педагог, какой-нибудь яркий политический лидер, если он не скрывает своих предпочтений, он будет влиять на ребенка не только с точки зрения информативной, когда он рассказывает, там, скажем, о физике, о химии или о спорте, а еще и с точки зрения своей личности. И в этом смысле они вовлекаемы в такого рода поведение, потому что в данном случае такая половая ориентация, она может быть очень активной в смысле прививания тому, кто еще и не знает мук пола, тому, кто еще не пробудился и не осознал себя как половое существо, потому что, хотя мы по половому признаку разделены от самого рождения, но осознаем мы в себе и муки пола, и радости пола, все-таки начиная с какого-то возраста. И здесь любое неправильное влияние раннее может привести к тому, что ребенок и подросток будут страдать. И вот здесь, конечно, независимо от того, какие государства в дальнейшем примет законы на этот счет, здесь, конечно, христиане будут стоять на смерти. Детей своих мы отдать и вовлечь в это не сможем и не должны, потому что это будет великим грехом перед Богом. Взрослый решает свои вопросы самостоятельно. Вот он в конце концов должен знать такую фразу, которую высказал Клайв Льюис. В конце концов есть только две позиции. Либо Бог говорит человеку, либо человек говорит Богу, да будет воля твоя, либо Бог говорит человеку, да будет твоя воля. В конце концов, в принципе, люди с такого рода наклонностями должны решить свое отношение в первую очередь к Богу. Вот как ему с ним-то быть? И здесь, конечно, христианство разделяет две категории людей. Есть те, которые это осознают как грех, те, которые это осознают как свою беду. И, конечно, к таким людям величайшее снисхождение и сострадание должен испытывать каждый священник. И совсем другое дело, когда человек не собирается в этом каяться, бросает вызов и обществу, и Богу, но обществу-то ладно, потому что взгляды общества меняются. Самое печальное, когда он бросает вызов Богу. И, собственно говоря, наша христианская позиция основана на одной простой идее. Мы неравнодушны к тому, какими Бог нас видит и к тому, какими Он хотел бы нас видеть. Спасибо, отец Евгений, за очень интересную беседу. Дорогие телезрители, сам Господь благословил союз между мужчиной и женщиной. Плодитесь и размножайтесь, сказано в Библии, ведь именно так сохранится человеческий род на земле. До новых встреч!